Тем временем в Алгинском районе подготовка к выборам сельских акимов идет полным ходом. В политической гонке примут участие шесть кандидатов. Если четверо из них выдвигаются от соответствующих партий, то двое – самовыдвиженцы. К слову, в двух сельских округах, где будут проходить выборы, насчитывается всего около двух тысяч избирателей. Подробнее в следующем материале. На сегодняшний день все шесть кандидатов зарегистрированы и проверены на соответствие требованиям закона. Среди них представители партии Нур-Отан, Ау-Ол, Ахжо, а также два самовыдвиженца – вакимы Токмансайского и Ушкудухского сельских округов. Партия Нур-Отан выдвинула одного кандидата в Ушкудухский сельский округ. Партия Ау-Ол выдвинула двух кандидатов. Одного кандидата в Ушкудухский сельский округ, одного кандидата в Токмансайский сельский округ. Партия Ахжо выдвинула одного кандидата в Токмансайский сельский округ. И по одного кандидату Тухмансайский и Ушкудугский сельский округа выдвинуты путем самовыдвижения. Четыре избирательных участка уже приступили к своей работе. Отметим, два из них расположены в селе Тухмансай, два других в Ушкудугском сельском округе. В свою очередь избиратели надеются выбрать кандидата, который знает все нужды и чаяния села, владеет ситуации в сельской местности, будет способствовать процветанию региона и помогать решать насущные вопросы. У нас как делается? Например, незнакомый человек приедет, сядет на Акимское кресло. Этот человек, возможно, вариант даже не знает, какие проблемы данного аула, данного сельского округа. А когда народ сам будет выбирать своего Акима, они знают своих людей. Я вообще поддерживаю, что народ сам будет выбирать своего Акима. Я считаю, это своего рода проявление демократии. Если раньше Акимов назначали депутаты, то сейчас народ сам будет выбирать своего Акима. В списке избирателей Тухмансайского сельского округа уже внесены 814 избирателей. В селе Ушкудук 954, а уже с 10 июля жители района смогут прийти на избирательный участок и проверить, есть ли они в списке.